Но в парламенте есть и такие депутаты, которых судьба страны не сильно беспокоит. Один из главных прогулщиков 8-го созыва Верховной Рады Вадим Рабинович сегодня на заседание парламента пришел, но за законы не голосовал. Почему и в чем еще обвиняют лидера партии за життя? Подробнее в нашем материале. Сделал дело, гуляй смело. Но некоторые депутаты первую часть этой пословицы упускают. На заседание парламента не приходят, за законы не голосуют. К примеру, одиозный лидер партии за життя Вадим Рабинович. За время работы 8-го созыва Верховной Рады посетил только половину заседаний. За неделю в зале вообще не появлялся. Но сегодня на работу таки пришел. Я даже честно вам скажу, я сам много задумываюсь, что я здесь делаю. Но явиться на работу это еще не значит работать. Лидер партии за життя проигнорировал даже голосование после выступления президента. Потому что получается я даже не участвую ни в чем. Участие в жизни украинского народа и страны, похоже, не очень важно для депутата Рабиновича. В любой момент лидер партии за життя может уехать в Израиль. По информации общественников, у нардепа есть израильский паспорт. А это нарушение закона. В парламенте его пытаются соблюдать. К примеру, нардепа Артеменко, у которого есть канадский паспорт, лишили и украинского гражданства, и депутатского мандата. Но с Рабиновичем не торопятся. Это и выборковая, и политика этой влады, такие подвийные стандарты. Я считаю, если Артеменко избавили мандата из-за подвийного гражданства, так и других народных депутатов должны избавиться. Но ясно, тут должна быть политическая воля, а на высшую руководительство государства. Решить проблему с двойным, а иногда и тройным гражданством депутатов, в Верховной Раде пытались не раз. Регистрируют законы, просят внести их в повестку дня, но все отщетно. Я зарегистрировал два законопроекта, которые имели унеможливости, с одного боку, такие факты. Так вот, с березня прошлого года, ни один из этих законопроектов, даже не пришел в профильный комитет. Два недели назад я вернулся к спикеру Верховной Рады Андрея Поробьева с требованием, чтобы негайно эти законопроекты пришли, чтобы он дал дурочение. А пока законы не выносят на голосование, нардепы подают запросы силовикам с просьбой проверить факт наличия израильского паспорта у Рабиновича. Также требуют изучить его доходы. Ведь на какие средства нардеп позволяет себе роскошный отдых в Израиле и дорогостоящие перелеты чартерам, это неизвестно. В своих декларациях Рабинович затраты на вояжи не указывает, но прибыль декларирует постоянно. К примеру, платеж за земельный участок формально оформлен на имя жены нардепа. Она решила продать землю российскому бизнесмену Павлу Фуксу. 22,5 миллиона гривен семья Рабиновича получила в качестве гарантийного платежа по предварительному договору купли-продажи земельного участка. То есть землю семья Рабиновича еще не продала, но деньги уже получила. Декларации нардепа уже заинтересовались и в НАБУ. Антикоррупционеры начали расследование. Оксана Григорьева, Леонид Аборин. Подробности телеканал Интер.